День Победы 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 по необходимости, чтобы как-то здесь еще продержаться, работала в раболовецкой бригаде, там приемщицы, а папа уже перебрался в город. Я ходила в детский сад. Ну подождите, до детского сада мы говорим о вашем первом впечатлении детском. Вот то, когда вы переехали сюда, в разлив, оказались в этом доме, и там ваш дед скончался, по-моему, да? Нет, это на Пятой Тарховской. Был дед там, да. Там жили и мои тетушки, и бабушка, и дед. Дед умер в 42-м году. Он от голода умер. Мне вот осталось памяти, что мы должны были в этот день уезжать. И с детского сада мне вот разрешили, я не знаю, как-то там каким-то образом, в общем, кашу я ему принесла. Вот он поел, и мы в этот день уезжали. Уже в город папа нас уже ждал. Стояла машина, мы уже бежали с мамой, потому что мы уже опаздывали, попрощались вот с родственниками, и бежали к этой машине. Ну, папа то, что сумел, там свернул по-быстрому. Особенно вещением, только какие-то вот насильные вещи, там, я не знаю, что там, честно говоря, не знаю, помню, какие-то узлы были. Вот. И мы уехали. Потом, я правда не знаю, как сообщение пришло, но мы узнали, что в этот день дед умер. Вот. Мы вернули, да, и вот это, вот это, ну, умер от голода. От голода. Может быть, он эту лишнюю кашу съел, я уже даже, трудно сказать. А вы коренная сестрорезчанка, и родители ваши тоже родились сестрорезки. Да, и они родились сестрорезки коренные, да. Вот дед мой по линии мамы тоже работал. Ну, собственно, они оба деда работали на заводе, тетя в основном работали. Он работал на заводе мастером Александров Александровича в заводской книге и первый. 1800, честно говоря, я не помню, какой год рождения, но он родился здесь. Вот. И еще он, как теперь, можно сказать, подхалтуривал, он провел, сестрорезк вел, свет проводил и телефон проводил, и называли его Саша Бесстрашный. Так что, вот так. А папин отец, он работал мастером на заводе, но он умер, к сожалению, когда отцу было 12 лет, я, как говорится, его не знала. Давайте мы сейчас послушаем звонок зрительский, у нас есть. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Очень приятно. У меня такой вопрос, точнее, просьба. Сейчас очень много разной и зачастую недостоверной информации, искаженной. Поэтому, пожалуйста, расскажите поподробнее о быте ленинградцев в осажденном городе. Ну, вот о тех трудностях, про которые мы все, естественно, знаем. Например, вот как в дни, в зимние дни блокады люди спасались от холода. Ведь мы все знаем, что тогда не было малогабаритных квартир. Все помещения, все квартиры были большие, объемы большие. Вот моя бабушка, в частности, тоже всю блокаду произошла в Ленинграде. Она рассказывала, что один ее знакомый в своей квартире прямо в комнате поставил палатку и установил там буржуйку и вот таким образом вот обогревал вот это вот микроскопическое пространство, вот таким образом спасался. Мы все знаем, что люди там взгли в мебель, стулья, книги, ноты. Но этого явно ведь не хватало, чтобы пережить вот такие морозы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, вот как вообще люди спасались? Спасибо, Наталья, за ваш вопрос. Это когда... Здесь проблем не было, конечно, когда мы здесь жили. А когда мы переехали в Ленинград, мы тоже жили в чужой квартире. Ну, выехали хозяева, нам дали квартиру, это мы жили на Старорусской, 5,20, а родители работали на заводе ЛИС, это на Новгородской улице. Вот. У нас стояла буржуйка, это абсолютно точно. Квартира была большая, мы жили в одной комнате. Что хочу сказать. Какой человек, не знаю, кто, но была очень большая библиотека, это я запомнила. У хозяев квартиры. У хозяевы в квартиры была очень большая библиотека. И когда уже хозяева, вот в 44-м году приехали хозяева, да, в конце 44-го года, вот хозяин этой квартиры целовал маме руки за то, что она сохранила всю библиотеку. и предложил ей книги какие-то взять с собой. Вот она взяла, у меня до сих пор вот есть Пушкин, Некрасов и Шиллер почему-то, не знаю. Вот. Но были сожжены абсолютно все стеллажи и вся мебель из других комнат. Вот это я помню. А почему мама решила сохранить, родители решили сохранить эти книги? Это особое отношение было у них такое? Ну, мама очень много читала, очень любила читать, и она могла напролет вообще ночью читать уже, вот как я теперь уже помню. Во время войны, наверное, такого не было, а уже то, что вот мы уже когда снова сюда вернулись, из Староцк, что она за поем читала. Я вот слышал или где-то читал, что некоторых спасало от голода именно чтение. Они увлекались блокадным, живя в блокадном Ленинграде, находясь там, отвлекались и от холода, и от голода, погружаясь вот в чтение. Может быть. Честно говоря, я не помню. Ну, вот у мамы, правда, если какое-то было время, и тоже это, наверное, было по ночам, потому что нам в детском саду все-таки праздники устраивали, и она каждому празднику старалась мне на руках чего-то шить. Вот. Вот это вот мне, это мне помнится очень хорошо. Честно говоря, вот не помню, чтобы она... А контакты с вот этими людьми, которые вернулись в свою квартиру, не сохранились, да? Нет. Как сложилось? Нет, нет. К сожалению, нет. Я вот тут походила вокруг, но там все закрыто, не попасть. Ну, потому что любопытно. Обычно же ведь, если возвращается семья, и тут какие-то другие живут люди, даже то, что они сохранили книги, это как бы немножко вызывает... Ну, вот я как-то, я не знаю. Сейчас-то вообще не знаю уже, кто там остался. А что было с заводом здесь, в Сестрорецке? Он, находясь в непосредственной близости от линии фронта, был остановлен, вообще не работал? Что говорил отец ваш праведливого? Ну, какое-то время, знаете, даже... Нет, ну, когда уже линия фронта была, я думаю, что... Нет, не могу вам сказать. Постепенно, завод же постепенно переезжал, значит, он как-то... Нет, не буду я говорить, потому что, честно говоря, не знаю. А скажите, значит, вы переехали в Ленинград. Ну, как бы в тыл условный, да? Уехали от линии фронта. Да, как бы в тыл. А не было попытки вообще на Большую землю уехать, потом родители не предпринимали таких шагов? Нет. Вот папа был начальником цеха, и его именно цех оставался здесь, вот в Ленинграде, поэтому мы остались там. Это, конечно, было военное предприятие, они занимались военной продукцией. Да, они же выпускали уже военную продукцию. И всю блокаду он проработал? Всю блокаду. Но у него получилось так, вот я очень хорошо запомнила, он пришел за мной в детский сад, а тогда были такие шкафчики, ну, где одежда у каждого ребенка, да. И вот он повис буквально на локтях на этих шкафчиках. Ну, у него это дистрофия тоже была, и дизнетерия началась. Его увезли, был при заводе стационар. И он там довольно-таки долго находился, и потом он, правда, стал, я не знаю, как, то ли начальник, то ли директор стационара, потом вот он до конца вот войны, он там был. А потом уже, когда вернулись сюда, завод начали уже в 44-м году, уже начали постепенно, после снятия блокады переезжать. Ну, вот, а в 45-м уже... И он стал работать вновь на заводе уже после возвращения. Снова, да, он работал начальником 21-го цеха. Как вы думаете, почему... У вас семья в полном составе пережила, получается, блокаду, да, и родители, и вы? Да, брат, брат у меня, он 25-го года. Здесь вот он... Родной? Да, родной брат. Он буквально здесь погибал. Ну, я... Как мне мама говорила, что он молол эту... хвою и делал лепешки такие вот он ел. Ну, ходить уже тяжело было, ноги распухали. А когда мы переехали уже в Ленинград, маме предлагали ехать по дороге жизни, но с тем, что она со мной будет в грузовике, а брат должен на лыжах идти за... за этим, за машиной. Но мама отказывалась тому, что сказала, что если погибать, так погибать вместе. А видеть, как он упадет, и мы уедем, это невозможно. Ну, и он прибавил в себе год, как бы потерял документы, и поступил в разведшколу. Вот он закончил разведшколу, и с эшелоном отправили в Прибалтику. А до Прибалтики он не доехал, он стоял на посту, и в этот... Ну, в общем, я не знаю, говорили, что вроде не должно было быть такого, чтобы эшелоны были комбинированы, и чтобы там везли и солдат, и... Гражданские. Боеприпасы. А, боеприпасы. Да. Но такое было. И попал снаряд вот как раз... В эшелон. Да, в эшелон, где были снаряды. И он по крышам пробрался, ну, в смысле, перешел туда и стал расцеплять вагоны. Ну, сил было мало, он свою ногу туда подложил, ему сжало. Ну, его там, в ближайшем, как говорится, уже сняли. И, как маме писали, что мужественный ваш сын, ему буквально в полевых условиях эту ногу... Ну, слава богу, он просил, чтобы ему только сделали ниже колена, ему убрали. Так что для него война так закончилась. Давайте мы послушаем нашего телезрителя. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Григорьевна. Анна Григорьевна, очень приятно. Встреча и по телевизору... Да, уговорить, да? Да, пожалуйста, слушаем вас. Встреча и по телевизору обсуждался вопрос, поставленный оппозиционным каналом ДОЖДЬ. Может быть, надо было не допустить блокады и ждать город фасистов, чтобы сохранить население. Я сама блокадница, перерывала себя в это того тяжелого времени. Но такой мысли никогда не было ни у моих близких, ни у тех, кто был рядом. У меня блокады было 10 лет. Но я все очень хорошо помню. А вопрос к вам, Лилия Викторовна, были ли среди вашего окружения люди, которые считали, что город надо было сдать, чтобы сохранить население? Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Никогда ни одной минуты у моих родителей и всех моих родственников этого не было. Люди были очень преданы нашему и городу, и вообще стране. И я считаю, что они были самыми настоящими патриотами, любили и город всегда, и страну. И никогда не возникало таких разговоров у нас ни в семье, ни в нашем окружении. Нет, нет. Лидия Викторовна Кулиновская, председатель общества жителей блокадного Ленинграда, сегодня гость нашей программы. И мы, естественно, вспоминаем о тех событиях, точнее, говорим о тех событиях, которые связаны с военным временем здесь, в Сестрорецке, в курортном районе, ну и, конечно же, в Ленинграде. И вот последний вопрос, как раз, который прозвучал от нашей зрительницы Анны Григорьевны, она вспоминает эту историю обсуждения такой темы, вброшенной каналом «Дождь», тема, связанная с тем, что не проще ли было сдать гитлеровцам наш город, Ленинград, таким образом, и сохранив и жизни, и сам город. Ну вот, реакция нашей гости, конечно, отрицательная, собственно, другого я и не ожидал. Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд, это повод для очень серьезного и обстоятельного анализа, каким же было мировоззрение советского человека. Вот есть такое приближительное слово «Совок», да? Вот, живем в Совке, жили в Совке, а тем не менее, высокие нравственные идеалы присутствовали там. Да, конечно, конечно. Даже не на одной секунды, когда я говорю, что люди помогали друг другу. Не знаю, вот я знаю, что у меня жила вот папина тетка и сестра его двоюродная, они жили и на Союзе Печатников. И вот он такой совершал путь, там их как-то поддержать нужно было хоть чем-то, хоть как-то, чем можно было, тем делились. И потом вот соседи тоже, я помню, соседка была, совсем уже такая, ну, плохо ей совсем уже было, вот я помню ее, тетя Женя такая. Вот, и делились, не знаю, как-то делились. Ну, давайте мы вот о нравственных качествах советских людей поговорим чуть попозже, потому что тема такая любопытная. Мне бы хотелось, чтобы вы сравнили, скажем, людей, которые жили вот в времена послевоенные и теперешних людей, сравнили их нравственные качества. Мы, как человек, уже проживший большую жизнь и повидавший на своем веку очень много разных людей, как я предполагаю. Но мы, давайте продолжим наш разговор по поводу Сестрорецкой. Хотелось бы, вот очень многие жители Сестрорецкой, Гринны, они всегда с любовью говорят о школах Сестрорецких. Вот вы учились в школе здесь в Сестрорецке, уже вернувшись потом, да, после... В 46-м году я пошла в первый класс. Школа была, сейчас где музыкальная школа здесь вот мы, к сожалению, очень было нам тяжело. Мы по три человека сидели на парте. Холодно было. И топили, но холодно. Я помню, что зимой мы даже в пальто сидели. А потом... Была очень учительница у нас такая молоденькая, Екатерина Васильевна, до сих пор ее помню. Такая с ямочками, молоденькая очень учительница. Вот. А уже... Да, к Новому году в третьем классе, когда уже я училась... Да, учились во вторую смену, потому что было очень тяжело. Ну, не хватало школ. Вот эта школа, которая сейчас там... Я даже не знаю, как она называется. Была 435-я, а сейчас там дети вот... как-то не знаю, ну, с дефектами, что ли, как-то с такими учатся вот эту школу. Нам ее отремонтили, во время войны тоже она была разрушена, и вот уже с Нового года мы пошли вот в эту школу, 435-я. У нас были великолепные учителя, у нас был замечательный был директор школы, Белявский Константин Никит... Константин... Ай-яй-яй, забыл. Константин. Когда были учителя чудесные у нас, и Ладынина, Ольга Николаевна, ну, очень хорошие учителя. И Мария Ивановна была по математике. Прекрасные учителя были. Это была школа-семилетка. А уже восьмой класс, ну, 10-летка тогда была, а мы уже ходили в разлив. А вот скажите, такой любопытный момент вот в вашей биографии. Ведь практически ваше детство, дошкольное попало на годы вот военные. Да. Вы ребенок, недоигравший, наверное, недослушавший каких-то сказок, но не обделенный материнской и родительской вообще любовью, да? То есть в этом смысле такая ситуация довольно уникальная. Вот как-то ощущалось впоследствии вот у вас то, что вот такой пробел в такой эволюции маленького человечка наблюдался? Ой, вы знаете, хочу сказать, я перешла в шестой класс и в это время появились куклы с закрывающимися глазами. Как мне хотелось такую куклу. Я просила, мама все говорила, ну, ты же уже большая. И поплакать, и купили мне эту куклу. Это было такое счастье. Да, я представляю. Ага, он никогда такого не был. Ну, вот мне с войны очень долго жил, я, правда, сейчас не помню, где Пупс был, Маечка, Майя. Почему-то, наверное, было модное имя тогда еще, было еще довоенное. Вот, это я помню. А вот такой куклы не было. А с игрушками, конечно, было тяжело. И мы дети, вот у нас промстрой есть, сестры и чайни знают. И там, а мы жили, я жила на Малой Канонерской, и у нас разделяла нас железная дорога. И ребята с Парамстоя приходили на нашу сторону, там белый песок, и вот мы строили, мы там строили и как бы мебель, играли там, ну, не было игрушек таких особенных, не было, поэтому вот так вот мы... А школа, в школе книг тоже мало с тетрадками, тоже проблемы. Все-таки у вас была какая-то тяга к какому-то чтению? Стремились ли вы найти какие-то книжки там пусть с картинками, посмотреть, полистать? Да, это мне покупали родители, книги покупали, по возможности, как говорится, было. И у нас вообще мама очень любила читать, и где только возможно было, покупали уже, как говорится, ну, жили сложно, конечно, все очень трудно жили, но тяга вот к книгам была, конечно, и мы собирали библиотеку, и у меня до сих пор вот библиотека хорошая есть, собранная тоже мамой, а потом мы же еще в школе прогуливали, это в 10-м классе, стояли в очередях, это подписные издания были, и мы стояли в очередях, чтобы нам эти книги... А кого конкретно вы хотели почитать? Ну, я и Паустовского очень любила, Куприн у нас был, Лесков, Ромена Ролана, вот мама очень любила, Ромена Ролана, почему-то вот очарованная душа, и вот как-то я ее не очень понимала, все казалось, что пойду на пенсию, обязательно перечитаю, но, к сожалению, что-то вот еще никак не получилось у меня, но у нас много книг. Лидия Викторовна, а вот скажите, вот трудное детство было у вас, да, вот мы определили, а вот сейчас вы пенсионер, и тоже трудные годы, пенсия небольшая, выживать, в общем, приходится очень многим, вот как, нельзя, конечно, сравнивать послевоенное время, да, и теперешнее, все-таки мы в мирное время живем, но определенное напряжение же существует все-таки, как вот вы, если можно сравнить эти два момента? Я вообще удивляюсь, конечно, как мама справлялась с теми деньгами, которые у нас были, папа был, я говорила, начальник цеха, а тогда же были займы, и было так, что он приходил без денег, потому что он говорит, я не могу, женщины приходят, чуть не на коленях просят, что займ же, это деньги же, вычитывают, и он приходил домой без денег, жили на очень скромную мамину зарплату, мама была распредмастером в цехе, это уже во втором, вот, ну, не знаю, как, трудно, конечно, было, тогда, а сейчас, а сейчас, вы знаете, я считаю, что у нас, у блокадников, пенсия очень приличная, вот, и плакаться, по-моему, не стоит, уж, что блокадники, что ветераны войны, я считаю, что мы живем, можно, конечно, было бы еще краше жить, но, в общем, по сравнению с другими, я считаю, что мы живем хорошо, бывает, что даже, ну, как-то неудобно перед людьми, и почему-то нас за это не очень любят блокадников, что мы получаем пенсию побольше, но, так решило государство. Вот, а скажите, в вашем обществе блокадного Ленинграда, есть ли люди, с которыми вы были знакомы, вот, буквально с послевоенных лет? Да, конечно, есть, да, вот сейчас я стала больше встречать уже людей, ну, вот, сейчас на этом посту, так сказать, приходят люди, я вижу, что я их знаю, мы общаемся с ними. Ну, дружескими, наверное, нельзя назвать отношения? просто так, ну, радостно встретились, что, надо же, оказывается так, ну, фамилии у нас поменялись, и поэтому, конечно, вначале не разобраться, кто, кто есть кто, когда человек приходит, там, взносы заплатить, или когда-то мы, это, едем куда-нибудь, поездки у нас, нам организовывают, муниципалы, вот, спасибо им, то общаемся, то общаемся, общаемся, ну, как, так. Как в кругу ветеранов, когда собираетесь вместе, куда-то едете, обсуждаете какие-то события, реагируют на современную жизнь? Чего больше в словах ваших, вот, друзей, коллег, осуждения, может быть, современной молодежи, или того, что происходит в современной нашей жизни, может быть, даже зависти, что, вот, я бы была помоложе, я бы в это время, ну, условно, там, открыла себе магазинчик какой-нибудь. Как, вот, о чем вы говорите? Поподслушивать можно ваши разговоры? Подслушивать наши разговоры. Вы знаете, вот, больше, конечно, мы общаемся, ну, то, что наше отправление, ну, там, как-то, вроде бы, у нас разговоров таких, ну, не вроде бы, а на самом деле, не возникает таких вопросов, что, как-то вот, чего-то лучше, чего-то хуже, но вспоминаем мы, вот, старую все-таки, вот, жизнь, именно, большего общения с людьми. Сейчас как-то меньше у нас мы общаемся, ну, во-первых, может, и по возрасту уже многие люди, у нас, как бы, цени выездные, а бывает, что и вообще не выходят из дома. Вспоминаем мы, потому что, ну, наверное, все-таки это еще ностальгия по молодости, наверное, да, кажется, что было лучше, были люди более общительные, более добрые, более открытые, да, более открытые, сейчас почему-то какое-то, вот, не знаю, почему-то между людьми, вот, какое-то вот зло, какая-то зависть, недоверие, очень, к сожалению, бывает такое. или вот ваши друзья тоже, с которыми вы общаетесь, что, вот, ну, благополучие материальное у многих людей стало значительно выше, да, мы видим дорогие машины, и двастройки, и одеты люди, не все, конечно, но многие, а вот человеческие качества, они куда-то исчезают, вот, вы не думаете, что есть такое противоречие, что все-таки материальное благо, оно не является, в общем, тем... не является благом, потому что я знаю, я, не знаю, конечно, не к сожалению, может быть, хорошо, что мне не пришлось жить в коммунальной квартире, но я знаю, что вот люди, когда получали квартиры, со слезами на глазах разъезжались, и сейчас до сих пор общаются, вот, те, которые жили в коммунальных квартирах, они отмечали все праздники вместе, там, если коридор большой, то в коридор, у кого-то большая комната, собирались в большой комнате, и как-то вот радовались, больше было радости, сейчас почему-то нет, не знаю, вот, как-то объединяли вот эти демонстрации, вот сейчас вот то, что у нас вот стали, вот это, то, что вот этот наш... Бессмертный полк. Бессмертный полк, да. И у людей какое-то радостное строение, сейчас все больше и больше, может быть, это все-таки поможет к какому-то общению людей. Ну, вот, я бы только у нас вот, ностальгия, потому что вот, почему-то вот, нет, ну, наверное, из-за того, что вот, мало вот этих, я не знаю, как-то демонстрации, что ли. Поводов для совместных, или как-то акций. А, кстати, вот был субботник недавно. Да, мы были на субботнике, мы принимали, были на субботнике, все было нормально. Кто, кто смог, кто пришел. Ну, я же говорю, что уже, к сожалению, такой возраст, что уже не все могут. Не все могут, Давайте вернемся к военным годам. А вот вы, годам, вы не припомните День Победы? День Победы я провела уже, была, были мы уже в Сестрорецке, с детским садиком нас вывезли сюда, на дачу, заводской детский садик, так мы и остались. Но я вот очень хорошо помню снятие блокады. Это мы с папой были на крыше вот нашего большого полежаевского дома. И было что-то необыкновенное, такое, конечно, для меня вообще впервые. А вы понимали, как ребенок, вам было, значит, сколько лет? Это был 44-й год, мне уже было... Нет, я 38-го года. 38-го? 38-го, да. Постарше еще, ближе к 10-ти. Да, еще, ну, около 6-ти, нет, нет, это 44-й год. 38-й и 44-й, да, 6-6 год. Ну, да, мне только 6, даже еще, у меня конец года, а это же было 27-го января, так что это начало, ну, 5,5-то, похоже, лет было. Вот очень хорошо я это помню. Это было необыкновенное. А у вас, у маленького человечка, это действительно тоже был праздник? Или вот вас, такие огоньки привлекали какие-то, или вот общее настроение, ликование? Нет, ну, как же, говорили, кончилась война, кончилось вот это все. А вы же понимали, что война, что тяжести не было уже этой. Ну, вот я, когда была в детском саду, мы ездили на завод выступать, ехали, ну, было, конечно, очень холодный такой автобус, нас везли в автобусе в этом, а елка была, нам организовал завод, заводской был уже этот садик, и вот нас на завод привезли, вот мы там, и я даже в присядку танцевала. Мальчиком меня одевали, этим без козырки было, значит, с этим скрутничком, и вот чего-то, чего-то получалось. Вот это у меня, и ходили вокруг елки, нам, значит, предлагали игрушки какие, и кто хочет, снимали нам с этой елки. Но осталось впечатление еще, знаете, что вот военное у меня, вот мы когда выходили из нашего двора, и начинался обстрел, а вокруг, как бы, вокруг нашего дома трамвай шел, ну, не так, как-то он его огибал, и начинался обстрел, и вот мы прижимались к стенке дома, а из трамвая выскакивали люди, и расстреливал самолет, падали вот эти люди. Вы помните эти... Вот это я вот, мне очень хорошо, вот дважды мы попадали в такой вот обстрел жуткий. Председатель общества жителей блокадного Ленинграда по курортному району Лидия Викторовна Кулиновская, гость нашей сегодняшней передачи, и мы ведем с ней разговор о днях, связанных с войной, с блокадой, о том, как жилось в оккупированном Ленинграде и здесь, в Сестровецке. И вот хотелось бы понять, вот вы, сейчас мы только что говорили о том, что будучи маленьким совсем ребенком, уже испытали очень сильные отрицательные эмоции, связанные вот и с расстрелом из самолета гражданских, гражданских людей. То есть вы столкнулись со смертью в возрасте 6-7 лет. Даже еще раньше. Даже еще раньше. Вот не задумываетесь ли вы о том, что вам просто вот необходимо свое вот это мироощущение, которое сформировалось в такое сложное время, как-то передавать молодым ребятам, школьникам, может быть, студентам. Существуют ли какие-то формы контактов с молодежью, с тем, чтобы вот эту бесценную информацию, эти вот эмоции, о которых мы сейчас с вами говорим, и которые, вот я вижу, вы испытываете вновь, как можно большему числу людей, граждан нашей страны, передать? Вы знаете, что я даже не могу... У меня не очень много вот моих впечатлений, потому что все-таки я небольшим, как бы, была ребенок. Мне кажется, как-то, вы знаете, даже не знаю, как вот идти с ребятами, но как вот какие-то свои отрывочки рассказывать или рассказывать то, что читаешь. Конечно, ценны, наиболее ценны, это ваши личные впечатления, но, наверное, ребята могут задавать сами вопросы, и вот диалог или дискуссия какая-то может идти по этому поводу. Мне кажется... Нет, ходят у нас, блокадники ходят по школам и... И выходят сюда же. Я не ходила, правда. Что-то я считаю, что мне вроде не так у меня много вот... Ну почему? Вот вы смотрите, сколько интересных вещей, фактов, живых фактов, непосредственных участников этих событий. Это же очень ценно и важно. Мне казалось, что, знаете, те, которые вот еще вот школьники уже, у них больше впечатлений, вот и они, но, к сожалению, там уже они не могут уже ходить. Конечно, потому что людей-то уже нет. Носителей вот этой первичной информации, их практически уже остается очень мало. Поэтому я просто вот требую и настаиваю, чтобы вы обязательно ходили в школы и, насколько есть сил, рассказывали об этом ребятам, особенно в дни, связанные с... Еще, может быть, маленькие, еще, может быть, и будут воспринимать. А ребята старшие-то, наверное, уже им это как-то так. Маловато. Как вы думаете, вот в советское время была одна история, писалась как бы одна история. Да, естественно, она была идеологизирована, роль партии, конечно же, была там наверняка гипертрофирована. Сейчас другая тенденция, в другую крайность уходит. роль Советского Союза в войне практически там замалчивается, что все это было не так, и участие Советского Союза не было таким весомым, значительным и решающим в этой войне. Другая крайность. Вот как поймать середину? Как, на ваш взгляд, нужно было бы поступить? Может быть, нужен какой-то действительно объективный учебник истории, который бы, всесторонне проанализировав те материалы, которые есть, связанные с войной, дал бы такую версию этих событий, объективную и от всякой шелухи очищенную? Так вот, как это сделать? Потому что, вы видите, этих учебников очень же много. И как это сделать, если это нужно действительно привлекать архивы? И все, сейчас архивы открыты. Да, возможность есть. И возможность есть. И должен быть, конечно, единственный учебник. Потому что то, что всякую ахинею там пишут в разных учебниках, это, конечно, безобразие. Вот среди ветеранов есть очень много таких активных людей и достаточно образованных людей, которые, ну, в общем-то, могли бы на себя взять такую миссию, скажем, ну, по сбору этого материала, по систематизации, может быть, совместный какой-то труд создать. Это бы и смысл придавало какой-то вот жизни людей уже в пенсионном таком возрасте, когда многие не знают, чем заняться. Ну, это возможно, да. Вот вы не обсуждали такие темы? Нет, не обсуждали, честно, не обсуждали, да. Мы вам делаем... Все как-то хорошо. Наша программа делает вам маленький подарок, да. Хорошо, да. Мы настаиваем на том, чтобы вы на ближайшем своем собрании пообсуждали и решили, кто бы мог этим заняться. По-моему, это... Тем более, если все это еще снабдить вашими личными впечатлениями, это бы имело ценность очень большую, мне кажется. Ну. Ну, возможно. А можете вы дать определение слова патриотизм? Вот сейчас тоже как бы обсуждается в контексте вот этих вот вещей, связанных с сдать Ленинград, не сдать Ленинград, нужен патриотизм, не нужен патриотизм, пересмотр вообще ценностей таких основополагающих на нашем обществе. Как вы к этому относитесь? Ну, о том, что сдать Ленинград, по-моему, наверное, все видели эту хронику, наверное, когда Гитлер говорил, то, что вообще камни на камне не оставить, и ему этот народ не нужен, который его кормить нужно, правильно? Это даже... И говорить об этом, по-моему, смешно даже. Да, а вот само понятие патриотизма, нужно ли это в нашей жизни? Вы знаете, что... Я считаю, что вот у нас сейчас в Сестрорецке очень хорошо вот... Сейчас вот стали ребята заниматься, вот в Сестрорецке рубеж у нас же существует, и к нам же приезжают со всех районов, города и даже из других городов приезжают, и ребята с удовольствием этим занимаются. Я не могу сказать, что у нас какая-то молодежь плохая. Нет, я не... Ну, как всегда, знаете, везде бывают. В семье не без урода. Да, в семье не без урода люди, а ребята хорошие у нас. И вот тут вот я была в этом муниципальном совете, и пришел парнишка, уже, по-моему, было 28 число, чтобы сделать портрет своего деда. Деда. Ему сказали, правда, что уже поздно, но пошли ему навстречу, сделали ему сканирование, там, поменьше. И он так обрадовался. Он говорит, я так хочу пройти из портретов. Но в школе почему-то была информация, что до 1 мая, и вот он пришел с опозданием. И вот ребята, я говорю, не знаю, знаете, мне нравится молодежь. Они растут патриотами. Вот у нас то, что вот этот сестраицкий рубеж, вы посмотрите, какие там ребята хорошие. Они же и занимаются вот и поиском погибших ребят, в смысле, ну, солдат погибших. И, не знаю, хорошая молодежь. А что вас все-таки беспокоит в нашей действительности сейчас больше всего? Ваша у вас озабоченность какую-то вызывает? Озабоченность? Ну, вот, есть такое снятание тоже, что живут лучше там, где-то за границей. А не лучше живут. Нет. Много, понимаете, как-то... Вот у меня подруга, она 5 месяцев живет в Англии. Там у нее дочка с внуками и все. И вот мы, как говорится, о политике с ней не говорим, потому что, видно, там немножко все по-другому. И когда встречаемся радостно, у нас единственная это была тема закрытая. Потому что вот... И вот это вот беспокоит. И многие люди, конечно, как-то относятся, что там лучше, чем здесь. Ну, я не знаю, может быть, так и есть, но как-то все равно это родина. Ты здесь родился, вырос, но ближе уже как-то не может быть. У меня никогда не возникало вопроса, что где-то жить, хотелось бы жить за границей. Нет. Я много где побывала благодаря тому, что вот у нас правительство предоставило нам такую возможность блокадникам, вот, бесплатно летать. Я много где побывала, видела, как люди живут. Вот, например, в Израиле... По миру, да? Да, по миру. Я поездила много. А где вы были? Спасибо. Я была и в Париже была, была в Праге, была в Израиле, была в Вене. Так что у меня... Где, в Чехии была, так что я поездила. Вот. В Крыму вот прошлый год вот была. А вот в Израиле, вы знаете, к нам подходили люди, которые уехали, и говорят, как жаль, что мы продали свою квартиру, нам некуда вернуться. Здесь нам делать нечего. Потому что молодежь, там у них же обязательно армия. Вот. И если не отслуживая в армии, ты как бы второго сорта человек. Нас здесь не приняли. Мы, говорит, чужие здесь. И очень тоска. Вот они только услышали русскую речь, сразу к нам подходят и разговаривают, и все. В общем, у них тоска по родине. Так что все-таки родина, это и есть родина. И она должна быть одна, и менять не хотелось бы ее. А любопытно, ваш первый выезд за границу, как вот вы всю жизнь прожили в нашей стране, и вдруг какая первая страна была? Первая была Париж. Париж. Сразу в Париж, да? Сразу в Париж. Окно в Париж. И, ну, вы, конечно, как и все российские, советские граждане читали о Париже, знают, конечно же, какие-то связи. Да, знала, куда ехать. Знаете, знали, куда ехали. И как вот эти, ваш образ Парижа до посещения и реальная картинка этого города совпали? Вы знаете, когда я приехала в Ленинград, сказала, что лучше Ленинграда нет. Ну, нет, конечно, интересно все, но вот я, почему-то я все время сравнивала. Конечно. Да, ну, даже тот же Лувр и наш зимний дворец, ну, не знаю, мне казалось, что у нас лучше. Вот честно говорю, я нисколько не хочу преувеличить, но, конечно, интересно, побывать везде интересно. И Австрия, и Чехия мне тоже, очень мне понравилась, Прага тоже, ну, и Австрия тоже. Ну, действительно, все красиво и все интересно. Ну, побывал, и ладно, и все, посмотрел. В нашей студии Лидия Викторовна Кулиновская, очевидец блокадных ленинградских и сестроревских дней, а сейчас председатель общества жителей блокадного Ленинграда. Мы говорим о войне, мы говорим о том, как наша страна воспринимается нашей героиней сейчас, в нынешние дни. И мы прошли к тому моменту, когда я хотел вас спросить, вот вы говорите, что все меньше людей приходит на ваши ветеранские собрания по естественным причинам, кто-то, кому-то не здоровится, кого-то уже просто нет. Тем не менее, когда происходят эти встречи, они всегда яркие, запоминающиеся, это и песни какие-то, может быть, еще и танцы какие-то. Обязательно. Вот откуда вот эта вот энергия, искренность, которой сейчас вообще так не хватает, вот, мне кажется, современному нашему поколению? Ну, наверное, потому что мы росли все-таки с тем, что это наша родина, что это мы вместе все. Ну, не знаю, как-то вот школа объединяла. Вот, кстати, вот о школе тоже вот хочу сказать, что вот все-таки мы выросли в советское вот время. было больше заботы учителей о школьниках, и нам не давали как-то, ну, чтобы каждый сам по себе был. Мы все время были вместе, мы там и в походы ходили вместе, и вот это все сплачивает вместе, всякие праздники проводили вместе. А сейчас, я не знаю, ребята, вот, школьники, честно говоря, вот не знаю, собираются они, ходят ли они по эти самые походы. А вы будете с ними общаться и спросите? надо общаться, да. А когда вот собираются, вот будет вот завтра возложение у нас на кладбище на Тарковском и на Горьковском, ой, на Горской, а потом люди поедут в Дубки и там будут отмечать День Победы, и там действительно и танцуют, и поют, и хочется общаться людям. У нас и есть, конечно, вот этот комплексный этот центр, но он маловато, конечно, для того, чтобы там принимать много людей. Пока у нас вот нет места такого вообще общения. Наверное, все-таки воспитание, все-таки в школьном воспитании, мне кажется, что там как-то школа должна сплачивать ребят. Больше с ними проводить вне школы времени, потому что мы же ездили тоже везде, там и по театрам мы ездили, по музеям вместе ездили, и вот эти походы, конечно, вот то, что уже когда каникулы там, ребята, и они, ну, и тянет их всех друг к другу, но у нас, наверное, так вот и получалось. А я вот все время подвожу вас в ту мысль, что вот вам просто необходимо, как очевидцу событий военных, да, и обладатель бесценной вот этой информации, действительно, чаще встречаться с молодыми поколениями, с ребятами, с мальчишками, с девчонками, рассказывать им об этом. А вот в своей семье, у вас ведь внуки же наверняка уже есть, Да, внучка есть. Как вообще вот акция «Бессмертный полк» воспринимается в вашей семье? И кто в вашей семье участвует в этой акции? Участвую я, потому что у меня дети... Почему? Да, ну, живут в Ленинграде, да еще там далеко, на Дебенко там. Ну, и не получается почему-то, там, как-то так сложилась жизнь, что они... Кто работает в это время, кто... Ну, не получается. вот «Бессмертный полк» я пойду сделала портреты отца и брата, попросила вместе, потому что тяжеловато так есть. Ну, все-таки я считаю, что начинать можно виноваться в своей семье и обязательства, чтобы ваши приехали к вам в гости, и вы вместе провели вот этот день и вместе поучаствовали в этой акции. Вот как раз и есть прямая преемственность поколений. Уж кому как не своим близким рассказать то, что вы нам сейчас рассказываете. Сейчас у нас, в общем-то, мы принимаем потомков в наше общество, чтобы как-то поддержать наше общество. Правда, честно говоря, еще не очень знаем, как это делать, потому что кто работает еще, а потом... Вот не очень еще понимаем. У нас еще как бы устава нет такого определенного, что... Работа с потомками. У нас стоит вопрос, это даже мы ставили этот вопрос у нас в Невске 104, наша головная организация. Вот. А завтра вот я еду на конференцию, где нас будут принимать Международную ассоциацию блокадников. И там тоже будет стоять вопрос о том, что вот... Работа с потомками. Во что это вот выливается и как это сделать? Пока не очень все понятно. А сколько вообще жителей блокадного Ленинграда на сегодняшний момент проживает в курортном районе? В курортном районе 749 человек. 749 человек. Ну что же, это такая, в общем-то, внушительная... Относительно, конечно. Относительно, да. Относительно, да. А что входит в ваши функции? Вообще, какова задача вашей организации? Ну, наша задача, ну, вы знаете, в основном получается по телефону. Вот звоним, спрашиваем, как себя чувствуете, как здоровье там, надо ли что. Вот комплексный центр тоже мы предлагаем там обслуживание. И нужно ли вам? Ну, как-то не очень много, правда, пользуется этим центром. А может быть, не совсем еще и понимают. Это, в общем, новая форма такая, хотя она очень, конечно, нужная. Ну, может быть, не совсем люди еще воспринимают. Ну, вот люди, да, еще как-то не очень, да, с недоверием, может быть, еще относятся. Ну, там платить надо, ну, некоторым не хочется этого делать, конечно. Вот. Ну, поздравляем с днями рождения, не только там с юбилеями, а стараемся с днями рождения, с праздниками поздравляем людей. Ну, и приглашаем, конечно, когда вот у нас, я говорю, нам муниципалы спасибо устраивают. Вот встречи, поездки. Поездки, да, да. И вот приглашаем. Ну, а праздники, то, что тоже у нас какие бывают, обзваниваем всех. А вот со стороны властей какая помощь, особенно вот в эти дни праздничные ветеранам оказывается? Ну, вот я говорю, что вот вам, что помогают. Именно в праздничные дни. В праздничные дни, да. В праздничные дни устраивают нам концерты. Кстати, у нас в курортам очень часто концерты. И вот тоже спасибо. Людям тяжело выезжать за город. А здесь, в смысле, в Ленинград. А здесь ходят на концерты, бесплатных много концертов. И есть, наоборот, симфонический оркестр, кто и приезжает. Тоже всегда у нас зал не бывает пустым. Ну, и вот муниципалы устраивают нам чаепитие вот по праздникам. Вот, вчера у нас было торжественное, вот, так сказать, поздравление муниципалов с уречением подарков. Ну, подарки, как бы, всех невозможно охватить. Ну, я уж вчера тоже сказала, что я говорю, вы уж не обижайтесь, ну, если 700 человек невозможно пригласить, даже наш курортный, там 300 человек там всего обещает. Ну, и волонтеры будут развозить подарки. Уже начали уже со вчерашнего дня. И, в общем, муниципалы молодцы. Ну, а администрация, то, что им дают, тоже очень мало билетов, но все равно все-таки дают какие-то билеты там вот в Октябрьске, там, так что бывает. Вот прежде чем подойти к результатам, подведению результатов конкурса зрительского нашего, хотел бы последний вам вопрос задать. Как вы думаете, почему сейчас такой вообще большой интерес к истории нашей страны? Мы говорили о том, что книга может быть нужна, учебник какой-то нужен, но вообще интерес к истории с чем связан в наши дни, повышение этого интереса? Повышение интереса с чем связан? Вообще, как говорится, в мире или у нас? Нет, у нас, в стране именно. Очень многие интересуются историей. В магазине видно, как просматривают, покупают люди. Сейчас, ну, по-разному же у нас, вот то, что вот касается нашего поколения, у нас одна была история, и сейчас становится интересно узнать действительно, что на самом деле было. И это хорошо, что мы перестаем быть Иванами, да, не помнящими своего родства. Это, мне кажется, что сейчас люди, наверное, более грамотные становятся и ищут. Мыслят, мыслят, мыслят и сами пытаются анализировать. Хочется, да, хочется узнать. Правду. Да, правду, и даже вот ищут из своих родственников, и не только что там... Переходим к конкурсу подведения итогов. Как, на Ваш взгляд, вот из тех вопросов Козырмолизадны наиболее интересного какой для Вас Вам показался? Всего два вопроса было, да? Да. Наталья спрашивала о мыте в осажденном Ленинграде, и Анна Григорьевна спрашивала о Ваши отношения к реакции дождя канала, телеканала «Дождь». Какой вопрос, на Ваш взгляд, наиболее интересный? Ну, Анна Григорьевна, наверное, говорите, да? Анна Григорьевна. Ну что ж, тогда мы поздравляем Анну Григорьевну с победой в нашем сегодняшнем зрительском конкурсе. Она получает приз от такси 434-0000 поездки по праздничному курортному району на сумму 600 рублей. Ну и буквально два слова поздравления от Вас, ветеранам и всем жителям курортного района Сестраевска. Дорогие ветераны, блокадники, узники, наши люди, много тоже, эти узники наши, бедные, тоже пострадали очень здорово во время войны. Поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам прежде всего, конечно, здоровья, радости в жизни, чтобы Вас не забывали Ваши родные, чтобы дети Вам дарили цветы, чтобы Ваша жизнь была светлой, радостной. и будьте сами более душевными и будьте к людям относитесь с добром. Не ищите в них зла. Все-таки каждый человек очень ценен сам по себе, добрый человек. Так вот, будьте хорошими людьми. С праздником Вас! Спасибо, Лидия Викторовна. Благодарю всех тех, кто участвовал в сегодняшнем нашем эфире. И поздравляю, конечно же, с праздником и желаем хорошего 9 мая, солнечной погоды и отличного настроения. Изучайте историю нашей страны, ищите свою историю, анализируйте факты. Это важная, нужная и полезная работа. Всего Вам доброго и увидимся ровно через неделю. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok